извините там и так большая жопа с парковкой и проблема станет актуальной и чего ты гавкал гавкал и пришел пешеходных тротуаров обратите внимание здесь тоже нет но самое интересное яма у вас там на въезде это прям вход в метро то есть вы друзья только представьте когда пройдет хороший дождь а там местные жители просят андрея а он не едет вот это еще убожество здесь будет у вас в ванне находиться то они хотели этим сказать и я считаю что для деток сделано очень мало если вы не инвестора вы обычный человек который покупает себе квартиру для жизни с одной стороны помойка за ней лэп трубы тэц и территория огорожена профнастилом будущего комфорт-класса друзья добрый день и я андрей артемов всем привет меня зовут аня скребнева и я вам расскажу про условия продаж master place сегодня мы вам расскажем про жилой комплекс master place а вы устраивайтесь поудобней и внимательно слушайте жилой комплекс master place возводится в калининском районе санкт-петербурга на проспекте маршала блюхера а если быть точнее то чуть в стороне ближайшая станция метро лесная до нее два с половиной километра до станции метро выборская два километра 400 метров а до железнодорожной станции кушелевка два метра 300 метров напомню что человек за час проходит пять километров считайте жилой комплекс master place это проект их с двух зданий в одном здании переменная этажность от шести до семи этажей а во втором здании девятнадцать этажей застройщиком комплекса является общество с ограниченной ответственностью р ст и специализированный застройщик с уставным капиталом в 10 тысяч рублей класс энергоэффективности всех зданий б высокий проект новостройки выполнена архитектурной мастерской цицына архитектурная мастерская цицына уже не в первый раз проектирует жилые здания для застройщика расти фасады здания представляют из себя геометрическую фигуру которые выступают за основную линию фасада материал фасадов штукатурка с окраской по технологии мокрый фасад и вот здесь у меня вопрос если часть фасада выступает за основную линию фасада то они будут подвержены в большей мере погодным условиям осадкам снегом и всего остальных на них будет попадать дождь скапливаться влага соответственно возможно эти декоративные места будут разрушаться быстрее а будучи настрой площадках застройщика вопрос качества лично для меня очень актуален название комплекса master place для меня звучит как премиум уровень но застройщик комплекс позиционирует к комфорт-класс были на 5 карман не лезет она не знает турецкий мастер место мастер место мастерское место главное место мастер это главное с английского master place переводится как главное место но конечно мы друзья с вами посмотрим когда застройщик издаст этот объект получится ли у него главное место или к примеру как получилось жилым комплексом терра и они прям по нему покрасили 1 2 5 6 7 8 здесь всегда будет проблема 276 кому-то и жильцов здесь повезло да некачественно вот она противопожарное кольцо лифтовая шахта вот как раз отсюда вот он вот здесь стекло шикарно сделали съемки вот у вас здесь столовая да понятно что вы здесь делаете а как вы прокомментируете что у вас в бизнес-классе живут зарубежные строители прям квартирах рассматривая проект застройщика обратил внимание на входные группы в уровень землей но как только вы пройдете тамбур вы упрётесь в лестничный марш и подъемник и знаете не чем-то это напомнило проекты ацетла групп конечно когда у вас нет детей когда не нужно их поднимать наверх по этим лестничным маршем когда у вас нет коляски вы на это не обращаете внимание но как только вас появляются дети и вы выходите гулять по несколько раз день возникают определенные неудобства но естественно для пожилых людей тоже есть определенные ограничения когда нужно постоянно подниматься и спускаться дополнительно по лестничным маршем чтобы пройти в лифтовой холл к лифтам а для маломобильных групп населения есть специальный подъемник в большинстве комплексов наверное это более чем 90 процентов я никогда не видел чтобы они работали жмешь кнопку а он не едет но я конечно надеюсь что в этих маршах не будет раскладного механизма как который знаете крепится к стенке его нужно разложить поднять коляску с ребенком наверх спуститься сложить его прикрепить обратно к стенке вот это барьерная среда закатываем коляску с ребенком потом это снова конструкцию собираем тут вообще вопросов не так делают многие застройщики согласно проектной декларации застройщика высота потолка в жилых помещениях составит 2 метра 75 сантиметров вау-вау полегче там прям хрущевка в комплексе будет 417 квартир и 62 машин и место в подземном паркинге гостевых мест на придомовой территории будет ровно 47 штук это все данные из проекта застройщика чтобы застройщику любому застройщику согласовать свой проект любой жилой комплекс должен быть обеспечен минимальным количеством парковочных мест но здесь у нас у застройщика есть места в подземном паркинге которые не забывайте нужно еще и купить за свой счет будут места на открытой территории как говорится кто успел тот и припарковался а также будут места вне территории комплекса и вот чтобы понять где же будут эти места вне территории комплекса мы чуть позже позвоним застройщику и спросим лично у него квартирография комплекса выглядит следующим образом студии и однокомнатные квартиры займут 78 процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 22 процента и трехкомнатные квартиры 5,76 процента от общего числа квартир квартиры в комплексе представлены от студии до трехкомнатных квартир на момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 6 миллионов 800 тысяч рублей можно красиво показывать детские сады и школы но как показывает практика в них не всегда так просто попасть как обычно это рекламируют застройщики да и знаете если копнуть чуть поглубже то можно посмотреть спецификацию школы детских садов у каждого соцобъекта есть запланируемая мощность то есть к примеру детский сад на 160 мест а ходит 320 деток то вы сами понимаете что садик достаточно переполнен чем больше детей в группе и чем больше детей на в классе тем уровень образования к сожалению будет ниже но вы и сами это понимаете так в детском саду номер девять есть три отделения и ни в одном вакантных мест нет в семьдесят девятом и двенадцатом саду аналогичная ситуация в детском саду 108 есть также три отделения и 391 место но детский сад уже относится к выборгскому району и попадет ли ваш ребенок туда или нет не факт в школе номер 100 вакантных мест нет в 220 школе 4 параллели и 10 вакантных мест ты лезь тогда туда на гору пока я тебя примут отсюда буду снимать издалека 619 школе вакантных мест нет вот территория под застройку жилого комплекса мастер-плейс а напротив него жилой комплекс город мастеров того же застройщика rst который сдали в конце 2016 года в апреле и в ноябре если быть более точным но с высоты конечно пандуса города мастеров жилого комплекса отлично видно территория комплекса видны ближайшие новостройки виден оптика механический лицей и детский садик который еще строят и не сдали пока что в эксплуатацию но естественно с момента того как они его сдадут я полагаю на вряд ли это улучшит ситуацию с местами соц учреждениях давай училка жги на сегодняшний день в этом жилом комплексе оу-оу-оу кыш отсюда мальчик иди отсюда и ты иди отсюда на сегодняшний день в мастер-плейсе можно купить квартиру как при стопроцентное оплате извините пожалуйста рассрочки и чего ты гавкал и пришел и кого ты тут пугал представляешь все это время камера пишет и вот эта женщина кричащая наверное это знак что мне не надо сниматься в твоих обзорах андрей друзья в жилом комплексе мастер-плейс можно купить квартиру при использовании ипотечных средств либо при стопроцентное оплате либо с использованием рассрочки на сегодняшний день застройщик предлагает множество ипотечных программ самая минимальная ставка пока еще действует ноль один процент для того чтобы забронировать квартиру и сохранить ее стоимость можно поставить бесплатную бронь на три дня либо платную стоимостью 20000 рублей которая фиксирует цену и наличие там что-то происходит а там местные жители просят андрея все снять и показать как она есть на самом деле что-то про аллею говорят в проекте которую никогда не будет и мы ее видим и не увидим кто кто говорил держи свою сумку ребята готовы на камеру рассказать держи какие картинки веселые а у нас я мы закапывают но эта история при неделю не 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 это нет тут же стройка поэтому буквально две машины строительства и здесь это одна только дорога то в принципе въезд во двор только один и то есть все вот эти дома получаются открыли сейчас когда нашли вот эта проезжая часть а вот это отделили вот такими за буйками как назвать этими конусообразными конструкциями из железобетона типа тротуар а в здесь зеленая зона уже детском садика . жесть то есть вы друзья только представьте когда пройдет хороший дождь что здесь будет твориться и что будет твориться с вашей обувью про эти ямы изначально говорили конечно и вот все а это когда засыпали сегодня только что ну да нет но реально прикол это вот-вот-вот да нет это последний раз мы вот засыпали в сентябре и вот сегодня что это буквально на три дня проедут машины которые едут во все эти магазины грузовые товаром они разобьют это все и здесь еще опять не будет вот так и живем это ненадолго но самое интересное яма у вас там на въезде это прям вход в метро потому что мы когда сегодня сюда ехали а когда тут была лужа пару дней назад и не знающие люди просто я это ужасно это все ну да да тут бьюсь машины хотите мы будем к вам каждую неделю приезжать конечно если от этого что-то изменится порешаем все вопросы но это же вообще смешно вот ну не знаю вы были например в районе мне уже кушать хочется я после врача хочется да у меня в школу вызывают очень важная информация все консультации по недвижимости для вас бесплатны также как и бесплатно сопровождение сделки на первичном рынке но они не бесплатны в принципе потому что зарплату нам оплачивают застройщики но только работаем мы с надежными поэтому пишите андрюшки сообщения с радостью поможем вам в оформлении сделки где чайки там всегда помойка вот она друзья а за ней лэп а за ней гаражи которые обещали снести но их никто скорее всего не снесет потому что там строить дома нельзя вот так намного лучше пойдем пить чай так что из плюсов смотри здесь перекресток перекресток считает достаточно такой приличный магазин а еще один блогер или машину продает молодец и квартиру можно купить на первоначальный взнос как думаешь хватит на пв да хватит на пв хватит на минималку да и соответственно в ипотеку все он как раз машину на мой здесь щелкает мы там все попробовали а шаверма мы не пробовали не пробовали у тебя есть шаверма патруль а у меня есть есть шаверму я люблю шаверму не серьезно и я серьезно и ты думаешь я шутки с тобой шучу андрей андрей надо бронировать здесь такая шаверма просто огонь впереди друзья мы с вами видим один из заездов в будущий жилой комплекс комфорт-класса и видите он идет через гаражи застройщики давно уже обещали что гаражи снесут но обратите внимание гаражный корпоратив выстроен еще в советское время вдоль линии энергопередач ну соответственно здесь дом не разрешат построить поэтому я полагаю их в ближайшие несколько лет однозначно не демонтируют классно да смотрите как заделали супер что-то они не пуганные сушки ну ремонт конечно здесь классно сделан друзья вот смотрите классный асфальт слов нет здесь вообще он плита сталь здесь джек асфальта никогда не было разбитые плиты видео так крошечкой засыпали все пешеходных тротуаров обратите внимание здесь тоже нет здесь типа когда-то наверное будет газон припаркованы машины с местами здесь как вы уже понимаете все печально 13 часов 34 минуты все просто забито кто будет приобретать квартиры обязательно покупайте себе подземный паркинг территория соседнего комплекса город мастеров от нашего застройщика расти и вот я не понимаю для чего этот заборчик что вы здесь хотели оградить вот этот полудохлый кустарник непонятные какие-то веточки трава которая далеко здесь не газоны все здесь вообще к гаражу это ничего я не понимаю для чего такие строить награждение я считаю что должно быть все открыто чтобы могли дети кошечки и собачки бегать по газонам они так что для чего-то сделали зеленую зону ее огородили что по ней не ходили люди видите как мини-маркет поднимается а вот так же можно и с коляской подниматься я учитывая свой опыт всегда обращаю внимание на то на что не обращает внимание обычные люди которые приобретают квартиру а застройщики как правило рисуют свои веселые картинки так называемые рендеры что дома стоят в лесном массиве и все прекрасные хорошо но всегда нужно приезжать смотреть что находится рядом как здесь обстоят дела с парковкой с местами в школах и в детских садах сейчас нет детей потом они появятся и проблема станет актуальной вот там один въезд в будущий комплекс комфорт-класса а вот он и второй то здесь мы вы будете въезжать по вот таким разбитым плитам у каждой группы вот такая своя беседочка будет современный садик и вот с таким подъемом по маму когда с коляскому нужно будет вот так подъезжать на жизнь конечно классный проект впереди друзья мы с вами видим полюстровский проспект и промышленную зону друзья вот так выглядит проектная декларация любого застройщика это требование соответственно мы здесь что увидим мы видим ее дату и и соответственно номер здесь видим вот он застройщик и расти специализированный застройщик где он находится рабочее время контактный номер телефона их электронная почта а далее например когда я рассматриваю проект рассматриваю вот к сожалению застройщика проект не посмотреть потому что у него сам проект с ошибкой и его просто не открыть классный график активности b монолитный железобетонный все здорово хорошо начинаем смотреть кто тут что сделал проект то дело там геодезию там и так далее вот он видите amc проект вот он архитектурная мастерская ци цена это все сделала и озеленение также проект сделали они а теперь соответственно смотрим вот он жилой комплекс мастер-плейс название конечно очень крутой знаете сразу такую такую что там достаточно дорогой классный будет комплекс на моего сейчас бы внимательно с вами смотреть для того чтобы понимать вообще стоит ли он своих денег если вы не инвестор а вы обычный человек который покупает себе квартиру для жизни смотрите планируемое количество гостевых машин и мест на объекте строительства что такое гостевые гостевые места то есть вы приехали в комплекс заехали на территорию и у вас на этой территории есть 21 место это в одном доме планируемое количество гостевых машин и места вне объекта строительства это значит что вне территории комплекса где-то должно быть 19 мест и вот здесь знаете вот например из опыта я понимаю что это просто, где успел, там и припарковался. Но как можно это выделить? То есть для того, чтобы застройщик, как я уже говорил раньше в видео, согласовали проект, он должен соответствовать минимальному количеству машин и мест. А у застройщика его нет. То есть не хватает у одного дома 19 мест. Вот они и написали планируемое количество гостевых машин и мест вне объекта строительства. Извините, там и так большая жопа с парковкой. Дальше смотрим. Количество детских площадок. У нас один дом, одна детская площадка. На одной детской площадке 220 227 квартир. Представьте. 30 нежилых помещений коммерции и 30 машин и мест. И вот на эти 227 квартир застройщик, друзья, запроектировал детское игровое оборудование. Одна штука. Вот буду выделять. Детский комплекс одна штучка. Песочница одна штучка. Надеюсь, с песком будет. Качель одна штука на 227 квартир с камней на подвесах. Одна штука. Количество спортивных площадок. Одна. Площадка расположена в границах земельного участка. Оснащена оборудованием. Одна штука. Тренажер. Одна штука. То есть на спортивной площадке у нас будет что-то тренажер. Одна штука. И еще что-то. Возможно, это как раз там турник. Понимаем, что будут и хвойные деревья. К сожалению, вот раньше застройщикам нужно было писать количество деревьев. А сейчас все упрощают для застройщиков. И, в общем, нарисовать можно веселые картинки. Все в зелени. А в итоге, к сожалению, ничего не будет. И вот здесь самое интересное. Давайте смотреть. Описание мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Твердое покрытие на основных пешеходных маршрутах. Проектной документацией предусматривается мероприятие по обеспечению жизнедеятельности малобомбильных групп населения, в том числе беспрепятственный доступ в жилое здание на первый этаж и ко всем квартирам. Соответственно, вот мы открываем архитектурную мастерскую Цицына, его сайт. И здесь мы с вами можем это все видеть. Вот видите, здесь даже вот такое ощущение, что это места под установку кондиционеров. А у застройщика этого нет. И вот непонятно, есть ли это в проекте, потому что проект не открывается у застройщика. Обратите внимание, какие красивые деревья, камни. То есть вот здесь видите, какие-то элементы такие они выделили. Или это бордюр, или плитка, непонятно, скамейки. Тут из бетона какие-то вазоны стоят большие, причем здесь видно, что такая скамейка будет. И вот нужно всегда вот это внимательно смотреть. У неглубоких лоджи будет панорамное остекление. Вот эти конструктивные элементы, вот они, видите, геометрические, которые выходят за основной фасад. То есть он получается вот таким, знаете, домиком. И когда я говорил, что вот сюда, когда будет попадать снег, он будет таять, то, соответственно, будет быстрее разрушаться фасад. Вот у меня вот к этому вопрос. Вот здесь, конечно, нарисовано все красиво, тут зелененько, но на самом деле там совсем все не так. Вы сами видели, друзья, видео. Вот смотрите, да, входная группа. Ну, то есть обычная входная группа. Вот такую группу я, например, помню. Новое Горелого я смотрел. Ну, только там нет никаких маршей, как у них. И вот смотрите, ну, вот он двор, да, вот эти места. Унылые места. Детская площадка, вот она, видите, тоже унылая. Огромное количество квартир, и я считаю, что для деток сделано очень мало. Но, конечно, зелень нарисовали большое количество. Будет ли это все по факту, узнаем, естественно, когда застройщик сдаст. Но если обратить внимание на уже его сданные объекты, то можем понимать, что рендеры не соответствуют, к сожалению, действительности. Экология, парки и возможности для активного отдыха на свежем воздухе – другая сторона. Все вместе – жилой комплекс класса «Бизнес Лайт» – Терра. Фасады домов сделаны из японских фиброцементных панелей с декоративными вставками. Большая арка в одном из корпусов создают живописный силуэт двора, выходящего прямо в пионерский сад. И ставим дальше. Вот она, входная группа. Вот он, первый тамбур. Алюминиевые видны двери. Мастер-плейс. Дом, в котором раскрываешься ты. Вот что они хотели этим сказать? Как я раскроюсь в этом доме? Что должно произойти? Вот здесь ощущение, что сидит консьерж. Но с другой стороны, это вот видите, ступени наверх марш пошел. И вот сразу понимаешь, когда смотришь вот на такие места, что все немножечко будет не так. Радужно, как, честно говоря, хотелось бы. Вот, видите, вот он, лестничный марш к лифтовым холлам. Но скажете, вы, да, на Андрея, ну, чего ты придирайся. Вот он, да, вот он марш. Вот он этот убогий подъемник, который никогда не работает. В 99% жилых комплексах он выключен. Или вообще не подключен. Он не работает. То есть вы купили стиральную машинку и должны ее сюда переть. Переть сюда плинтус и цемент. То есть представьте, квартиры-то без ремонта сдаются. Если вы за дополнительные деньги только будете, соответственно, отделку застройщика приобретать. Есть квартиры с отделкой, есть квартиры без отделки. Первая секция, первая парадная сдаются с отделкой полностью под ключ. Под следующие три парадные сдаются без отделки. Но отделку можно дозаказать в дальнейшем. Ну и понимаете, да, что это очень неудобно. И вот здесь сразу вопрос, вот ширина какая вот этого лестничного марша? Непонятно. Если посчитать примерно по плитке, ну, это, дай бог, там где-то метр-метр десять, как обычно, там, может, метр-двадцать сколько коридора. То есть два человека будут с трудом расходиться. Это некомфортно, считаю я. Ну, зато здесь красиво видно остекление, вот такие речки, потолочек. Ну, вот, вроде ничего. Здесь все под мрамор сделано. Но вот эта конструкция, она, понимаете, еще будет не серого цвета. Они, как правило, все такого светло-серого-убогого цвета, который вообще никак не гармонирует вот с этим всем остальным. Вот это лифтовой холл. Здесь видно сразу, что большая плитка, там, пятый этаж, обычный потолок амусон. То есть, ну, ничего такого. То есть смотрится нормально, все хорошо. Ровные стенки, надеюсь, они такие будут, без всякой дурацкой там штукатурки, карты мира и всего остального. Окрашены в цвета. Главное, чтобы покрасили. Вот так же сделали, а не оставили скотч, как это у них было. Ну, соответственно, здесь, вот по моим ощущениям, вот это расстояние минимальное. И, возможно, с длинномерными предметами будет некомфортно выходить. Обычный коридор. Ну, смотрится неплохо. Не хочу сказать, что там что-то здесь ужасное. Нормально смотрится, стоят нормально, симпатичные двери. Вот есть нумерация. Но не вижу здесь звонков. То есть, их здесь просто нет. Не вижу здесь ограничителей двери. Ну, значит, раз их не нарисовали, значит, их нет в проекте. Ну, я лично так считаю. Вот эти вазоны с какими-то зелеными насаждениями, понятно, это будет приобретать управляющая компания, если будет приобретать, ну, соответственно, за счет жильцов. Первый этаж, нумерация, квартира, лифтовой холл. Здесь, конечно, лифтовой холл выглядит чуть прекраснее, чем на пятом этаже, что мы с вами смотрели. Вот, соответственно, сейчас мы возвращаемся к проектной декларации. Вот здесь обратите внимание, что написано, что параметр кабины лифта предназначен для пользования инвалидом в кресле-коляске для доступа в лифтовой холл первого этажа предусматривается подъемник. Это вот тот подъемник, который я вам сейчас, друзья, показывал. Вот сейчас мы долистаем. Вот он. Вот этот подъемник. Рассчитано так, что инвалид на коляске, колясочник, вот сюда заезжает, поднимает наверх и идет туда. Но кроме него есть пожилые люди, которым это, возможно, будет доставлять неудобства. Вы, например, с магазина, когда идете, то есть вы не идете прямо, а вам нужно с сумками из ленты, из океи, других магазинов тащиться по этому маршу. Но лично для меня это вызывает неудобства. Я не понимаю, почему делают такие специфические проекты. Вот здесь, видите, тоже в них написано. Количество машиномест в подземном гараже. 60 машиномест. Мы сейчас до них, кстати, дойдем. Ну, наружное освещение, ширина, максимальная высота многоквартирного дома 75 метров. Это вот этот наш, девятиэтажная свечка. Это будет самый высокий дом в этом месте расположения, где они его, соответственно, строят. И, если там обратить внимание на забор, где уже, соответственно, земля застройщика, где они строят, и соседний дом, их сданный уже, то там минимальное просто расстояние. То есть дом будет на доме. Там и так парковаться негде, а с стройкой этого будет еще хуже. Ну, вот смотрите, например, вот она высота потолка стандартная. 2,75 метра. Какая секция, общая площадь, количество комнат. Квартирография, конечно, у застройщика, ну, для меня, например, она никакая. Потому что больше всего в доме это студии и однокомнатных квартир. Это уже говорит о том, о чем это, друзья, говорит о том, что будут их сдавать и будут постоянно продавать. Лучше всего продаются всегда однокомнатные квартиры, поэтому, соответственно, их застройщик сделал как можно больше. Машины-места двухуровневые. Вы представляете, сколько будет стоить вот это двухуровневое место? Если раньше подъемник для двухуровневого машины-места стоил от 500 тысяч рублей, это без учета его монтажа. То сейчас, я полагаю, он будет стоить уже от миллиона рублей, если не больше. Плюс, соответственно, нужно согласовать, сделать проект, его туда установить, как-то привести и сразу вопрос, для него нужна электричество. Будет ли оно там? Потому что, когда я видел такие же машины-места, двухуровневые, то что-то где-то там розеток-то я и электричество подведеного, к сожалению, у застройщика не видел. Семейное место, как правило, полтора миллиона стоит. Полтора. А еще подскажите, вот это, где двухуровневое семейное место, там вот этот подъемник вы уже сами ставите или мне нужно будет покупать отдельно? Нет, подъемник будет уже установлен. А, уже будет. О, слушайте, это супер. И он, получается, электрический, да, будет? Кнопочку нажал, он наверх поднялся? Да, совершенно верно. А какие там габариты? Там джип туда влезет? Ну, смотрите, если, получается, внизу стоит джип, сверху поставить машину только вот B-класс либо C-класс. А какая там высота вот получится? От пола до... Я сейчас не могу сказать, Андрей, потому что, как бы, нет пока у нас данных по лягушкам, да, какие-нибудь закупаться, потому что сейчас все меняется, да, то есть, если раньше немецкие закупали, то сейчас какие врать не буду, не могу сказать. Это будет понимание уже где-нибудь через примерно год. Далее мы можем посмотреть, как это сдается. Это второй квартал 25-го года и еще два квартала застройщику нужно для того, чтобы передать вам квартиры. Ну, я по образу ТЭРы понимаю, что они просто будут тупо достраивать дом, доделывать там, не знаю, кровлю, доделывать там отделку, доделывать слаботочку, все, в принципе, как обычно. Размер полностью оплаченного установного капитала застройщика 10 тысяч рублей. Что такое в наше время, друзья, 10 тысяч рублей? Ну, это, не знаю, два раза в ленту или один раз в ленту съездить и купить продуктов. То есть это самый минимальный размер установного капитала. Когда я вижу там 400 миллионов, ну, как-то у меня, честно говоря, доверие к такому застройщику больше. И вот здесь, видите, тоже какая штука. Встроенный, пристроенный подземный гараж автостанинка предназначен для размешения 60 автомобилей. В гараже места хранения запроектированы с использованием специальных полумеханизированных сертифицированных парковочных устройств с хранением автомобилей в два уровня. То есть мы с вами понимаем, что там всего лишь парковка на 30 автомобилей, а 60 это типа двухуровневая парковка. Смотрим внимательно. Вот он, сайт застройщика. Старый продаж 5,3 миллиона рублей. Это не однокомнатная квартира. Однушечки стоят от 6 миллионов 800 тысяч рублей. Я вам об этом уже сказал. И вот обратите внимание, вот видите, здесь если посмотреть, то у застройщика почему-то уже на его рендерах нигде не видно места под установку кондиционеров. Ну, конечно, если смотреть описание комплекса, ну это просто трендец для меня. То есть никакой информации, никакой конкретики, нигде нет информации о том, что будет, какие окна они будут ставить, там, двухкамерные, там, однокамерные, потому что сам проект не открыть, он, к сожалению, у застройщика не работает. И дальше переходим. Вот это очень интересно для меня. Вот я вот очень внимательно всегда рассматриваю, мне очень интересно смотреть, учитывая свой опыт. уникальные планировки квартир. Вот берем однокомнатные квартиры, вот однокомнатные. Где тут однокомната? Я вижу, это студия, вот как вы так сделали фильтр. Берем студию, друзья, 20 квадратных метров, комната 12 метров, 13 метров, это обычная кухня, в которой еще ты должен спать. Обратите внимание на саму лоджию, 3,91. Она очень узкая и длинная, не уделю, что здесь будет сантиметра 80-90. Прихожая, 2,49. Ну, это вообще ни о чем. Это такая же, как ванна, только, видите, 2,49 здесь вот такая, типа, площадь, а здесь она смотрится больше. 2,68, вот здесь, я понимаю, душевая кабинка, впритык стоит санузел, впритык стоит раковина, если повезет. А, это вентиляция, друзья, это венткорб, то есть, вот это еще убожество здесь будет у вас в ванне находиться. И обратите внимание на венткорб, это обычная приточно-вытяжная естественная вентиляция. И вот здесь, соответственно, раковина, ну, то есть, вообще, вот пол тебя сюда зайдет, даже, мне кажется, и дверь можно будет не всякий раз закрыть, но очень маленькая. И вот это стоит от 5,3 миллиона рублей. Ну, извините, за эти деньги можно однокомнатную квартиру купить. Вот однушка с уникальной планировкой, также уникальны какие-то студии. Господи, вот эта всякая их реклама вылазит, просто, честно говоря, бесит. Мы заходим с вами. Вот здесь у нас, я понимаю, счетчики, которые находятся в межквартирном коридоре, они спрятаны вот сюда. Вот это у нас типа шкаф. Здесь какой-то диванчик, эта комната 14,3 метра, а кухня 10, почему не поменять местами? Большое окно, чуть поменьше. Ладно, все хорошо, но обратите внимание, на кухне, когда есть лоджия, это у нас, так как она не выпирает, балкон выпирает за фасад, а лоджия вровень с фасадом. Соответственно, за счет вот этой лоджии, вот этой стенки, цвета будет очень мало, 2 метра 87 сантиметров. это совсем небольшое расстояние. То есть, вот это сколько, 2,87 на метр, что ли, получается? Ну, вот как-то так, наверное, ну, в общем, очень маленькие объемы. 2,71, вот видите, здесь даже ванна у них не вылазит. 33 метра, 34 почти метра, ну, тут 14 метров, 10, ну, все то же самое, только стала ванна чуть больше. Ну, вот давайте посмотрим, там, двухкомнатные квартиры, при этом, видите, вот у них вот все, больше вариантов-то никаких нет. Можно только уточнить цену. По цене я вам уже сказал, если интересно будут на другие квартиры, то вы не стесняйтесь, пишите, я вам отвечу. Двухкомнатная квартира, 47 метров. Двушка 47 метров, это как советские двушки в обычном панельном жилье. Таких серий домов у нас большая куча. Заходим, небольшой туалет, тоже с винткоробом, тут маленькая, вот знаете, вот такая, писсуарную, я бы сказал, можно поставить, рукомойник, где он такой совсем осечненький будет. Кухня 10 метров, ну для двушки, но это малая, двухкомнатная квартира, это скорее всего для семьи минимум из трех человек. Два взрослых, один ребенок. Вот вы сюда все зашли, тут места-то нет. Я не удивлюсь, что начнут вот это все демонтировать для того, чтобы утеплить Алогжеву и просто сделать больше по площади. Главное, не забывайте согласовывать. Вот здесь, смотрите, тоже уникальная планировка, где вашу квартиру, заходит место, где находятся счетчики, где сели трубы с отоплением. Ванна хоть побольше, 4-11 метров. Вот видите, здесь уже ванна вылазит, то есть в двушечке у вас ванна будет. Комната 10-47. Небольшое спальное место, в принципе, достаточно будет такая маленькая, компактная, уютная комната. Вторая комната 11 метров. Очень компактная, очень компактная квартира. Я не знаю, что в ней уникального. Вот это одна из любимых планировок, называют ее бабочка. Она на две стороны. Комфортно тем, что открываешь окна и здесь все проветривается. Ну и плюс, комната в разных местах находится лучше, звукоизоляция не слышно себя. Но, кстати, еще раз обращу ваше внимание, что про звукоизоляцию застройщик молчит. Вот я, например, как специалист, смотрю с большим опытом, что вот я захожу, вот у меня прихожая какая-то. Ну вот сюда шкаф поставить, вот здесь как-то будет места мало, вот сюда какую-то тумбочку. Ну вот как-то, знаете, она такая, вроде и площадь большая, сделано все по-дурацки. Стандартная, вот классическая советская планировка. Смотрим, вот небольшая ванна, сразу раздельный санузел, комната там 13 метров, хорошая комната с лоджией. Здесь вообще не написано, сколько и здесь не написано. То есть, а, вру, это кухня, 13 метров. И две комнаты за такой стенкой. Ну вот, как-то и все. Ну вот здесь комнату, квартира уже побольше, 62 почти квадратных метра, ну вот тоже, знаете, как-то не внушает. Вот я не вижу для себя вот какое-то, знаете, здесь у них планировочное решение, чтобы лично мне, например, понравиться. Но это на мой вкус, у всех вкус разных, конечно, кому-то что-то подойдет. Вот смотрим, трешка, 71 метр, хороший метраж, должна быть нормальная, большая, хорошая квартира. Заходим. Вот смотрите, мы зашли, у нас гардеробная. Здорово. Все, вещи туда спрятали, здесь можно поставить какую-то тумбочку. Супер. 9 квадратных метров вот этого коридора. Нафига 9 квадратных метров вот этого коридора. Что это за дебилизм? И в трешке у нас раз ванная комната и два комната. То есть, вот здесь можно душевую поставить, а здесь вот ванна. 3,72, 2,85. То есть, две небольших, два небольших санузла. Да, приятно, но могли бы сделать площадь чуть больше. Но в трешке кухни 14 метров, но она достаточно компактная. Да, там не будет тесно, но там и не будет достаточно большое количество места, потому что, видите, 14 метров кухни, 14 метров комната. Здесь 10, ну и, соответственно, здесь 10 метров. Но 10 метров, ну, друзья, маловато, да. Еще одна трешка, 65 квадратов, чуть меньше. Заходим, вот смотрите, место типа под шкаф у них рассчитано, но она такая компактная. За счет вот этого коридора, длиннющего, дурацкого, бестолкового, где нет стен, куда ничего не поставить, он 10 метров. Просто вот пространство, за которое вы просто так заплатите деньги и пользоваться будете только, когда будете ходить. Реклама задолбливает. Но есть гардеробная, это плюс. Большая ванная, санузел. Вот здесь мне уже больше нравится. Почти квадратная форма кухня. 10 комнат, еще 10 метров и 11. Вот если бы я выбирал бы, я бы взял бы 65 метров, потому что я понимаю для себя, она мне больше подойдет. Вот она меньше по площади, меньше стоит в деньгах при покупке и дешевле будет стоить в обслуживании. И вот самая большая, да, я так понимаю, да, больше ничего нет, 73 квадратных метра. Вот она, видите, какая, что на две стороны. Заходим, тоже большое пространство, гардеробная, 3,16 у нас здесь. Рассчитано, что будет стоять душевая кабинка, 4,27, уже такая неплохая ванная. Раз 12 метров, 10 метров комнатка, 11 метров комнатка с выходом на лоджию маленькую, очень маленькую. Вот здесь кухня 17 метров. Но она, обратите внимание, такая трамвайного типа, достаточно длинная, но зато с большим окном. Ну и смотрите, вот что, комфортная среда, то есть вот, ну вот, до Европолиса, друзья, еще нужно доехать. Европолис, ну, может хороший комплекс, но до него надо доехать. И что вот кроме вот этого Европолиса, что-то другого, больше у вас ничего, близость к парку, с большим количеством парков вокруг. Лисы, так до него доехать нужно. Вы в курсе, что парк Лисотехнической Академии не был огорожен? Я помню, когда учился в торгово-экономическом, мы через него ходили, там когда темнело, страшно было ходить, что нужно не дойти было. Транспортная доступность, да, согласен. Все есть, но до станции метро достаточно далеко идти, а остановки, да, все его находятся, в принципе, рядышком. Ну и обратите внимание, да, вот нажимаешь, господи, ну вот, в общем, сайт какой-то, знаете, у них вообще примитивный, вообще некрасивый. Вот, друзья, и весь сайт. Ну, давайте звонить и задавать свои вопросы. Компания РСИ Ростроинвест обожает квартиру в живых комплексах. Здравствуйте, компания Ростроинвест, меня зовут Денис, здравствуйте. Здравствуйте, как еще раз вас зовут? Не услышу. Меня зовут Денис. А, Денис, очень приятно. А кто мне может проконсультировать про жилой комплекс Мастер Плейс? Я вас могу проконсультировать, давайте познакомимся, как могу вам расчет. Комплекс у нас стартовал в продаже только вчера. Комплекс находится в Калининском районе, порядка двух километров от метро. Ближайшая станция метро Лесная, до нее два с половиной километра. Этот дом небольшой, шесть этажей, с подземным паркингом, с закрытым двором, соответственно, система умных дом, гостевые санузлы, собственный паркинг. Все это будет уже предусмотрено. Слушайте, у меня вот вопрос, у вас тут написано уникальные планировки. Это что такое? В чем они уникальные? Да, есть планировки с кухни-гостинами, есть планировки с окном ванной. Окно ванной, это сколько комнат будет? Две, три? Это будет евро-трешка. А еще подскажите, детские садики там есть поблизости? Буквально в 50 метрах. То есть он уже работает и туда можно будет ребенка отправить? Он уже строится, то есть будет сдаваться в эксплуатацию в четвертом квартале 23-го года. А, то есть получается, он уже сдастся, а потом уже квартиру получишь. И, соответственно, этот детский садик будет относиться к этому комплексу, да, чтобы я мог своего ребенка туда отправить? На тот момент, когда вы получите ключи, детский сад будет работать. Ну и все, и он, получается, к комплексу будет моему относиться и я туда смогу ребенка устроить? Нет, смотрите, он относится к данному району, да? А, к району. Да, здесь нет такого, что это не частный детский сад, строится детский сад, передается муниципалитету и потом через сайт госуслуги, да, вы уже, соответственно, записываетесь в очередь на него. А, все, я понял. Слушайте, а парковка вот в поддельном паркинге сколько будет стоить? Пока не могу сориентироваться, Андрей, потому что мы ее будем продавать где-нибудь примерно через год-полтора. Думаю, что порядка миллиона рублей будет стоимость одного парковочного места. Семейное место, как правило, полтора миллиона стоит. Слушайте, еще вопрос посмотрел. У вас тут какие-то есть машины-места, которые вне территории комплекса? Это где такие места? Ну, это гостевые. Не-не-не, у вас там написано, что будут гостевые места, я смотрю, и будут места вне территории комплекса. Значит, обустроена будет площадка под места за комплексом. Но где конкретно, я вам сказать не могу. Потому что я вот вчера там был, ходил, смотрел сам, и там, конечно, все в машинах так забито по полной программе. Просто даже непонятно, где это может быть. Проблематично. И последний у меня вопрос. У вас, я посмотрел, у застройщика уставной капитал в 10 тысяч рублей. Почему такой маленький? Ну, здесь не ко мне вопрос, да, здесь вопрос нашего руководства. У нас компания с 20-летним стажем, построена у нас уже больше 2 миллионов квадратных метров, да, то есть утренний звезда, если вы там гуляли, город Мастеров, это также наш комплекс. Граф Суворов, также наш комплекс. То есть именно только в данной локации. Строен домов, а с ним комфорт, бизнес-класса. Все вместе жилой комплекс класса бизнес-лайт Терра. Полностью отделка под ключ. То есть начиная от ламинатора третьего класса, заканчивая флезелином под окраску, сантехника российского производства, соответственно, плитка, ванна и санузли. Я понял вас. Спасибо, я подумаю, если что, наберу вас. До свидания. Друзья, ну что, вы сами слышали весь разговор. Вот у меня, например, к менеджеру вообще вопросов никаких нет. Единственное, он не смог объяснить, почему уставной капитал 10 тысяч рублей, но вот сказал бы, да, что давайте вам организовывать встречу с руководством у них напрямую и спросите, почему уставной капитал 10 тысяч рублей. Но я понимаю, что обычный продажник просто этого не знает. Нужна помощь недвижимостью? Пишите мои контакты и соцсети в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, поделитесь ссылкой на это видео и напишите в комментарии, как вам этот выпуск. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Сегодня 14 ноября 2022 года стартует побухал на выходных. Козел. Что происходит? Но не в это же время. Может, хватит на сегодня? Ла-ля-ля, следующий дубль. Это пойдет в другой фильм? Да, все, конец. Снято.